Тем временем в Петербурге продолжается месяц благоустройства. Специалисты садово-парковых предприятий ремонтируют дорожки, подстригают газоны и убирают мусор. Только за неделю в городе высадили более 1100 деревьев и 3700 кустарников. Сегодня и завтра работы пройдут с жителями Красногвардейского района в Ладожском парке и парке Охта-Оккервиль. Но общегородской субботник состоится 19 октября, и его главной площадкой станет Заневский парк. Начало мероприятий в 10 утра. Тоже присоединяйтесь, как и наша коллега Екатерина Скребцова. В общем-то, прямо сейчас уже высаживает березы в Ладожском парке. Берем лопаты в руки. Доброе-доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. И правда, сегодня в Ладожском парке много людей сажают березы. 15 деревьев сегодня будет высажено, если быть точнее. Мы обязательно присоединимся к горожанам, жителям района, но до этого мы узнаем все технические детали этого процесса. У Елены Матчановой, начальника участка эксплуатации садово-паркового предприятия Охтенко. Елена, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Сегодня в Ладожском парке высаживают березы. Почему именно березы? Во-первых, они произрастали здесь изначально, как бы, и согласно нашему проекту этого парка, на данном месте должны произрастать березы. И мы продолжаем эту историю здесь дальше и сажаем березки. Поэтому, если вы видите, здесь вот они вот взрослые растут, и мы делаем подсадку берез. И, наверное, выбор этого дерева еще как-то связан с особенностями почвы в этом районе. Совершенно верно, да. У нас в Ладожском парке есть небольшая заболоченность, и поэтому березы очень хорошо себя чувствуют на таких почвах, поэтому выбрана именно эта порода не случайно. В Ладожском парке, это одна из 26 точек в городе, где в рамках акции «Петербург зеленый» будут высажены деревья, сажают березы, а какие деревья будут высажены в других районах города? Абсолютно разные. Это могут быть и березы, и яблони, и липы, ясени. Каждый район, каждый парк выбирает ту породу, которая необходима именно в данном месте, и чтобы ей было хорошо, она хорошо себя чувствовала. Мы видим, что жители района высаживают березы, здесь и семьи с детьми, и школьники. А как можно присоединиться к этой акции? На сайте Комитета по благоустройству размещена таблица с номерами телефонов, чтобы записаться в любой район города, где вы живете, где вам удобно. Ну и каждый район, так же, как и мы, мы на своей странице ВКонтакте продублировали данную информацию и активно агитируем всех своих жителей присоединиться к нам. И озеленять Петербург. Мы готовы тоже присоединиться к этой акции, и мы сегодня высаживаем березу. Давайте приступим к этой работе. Мужская помощь, потому что саженец тяжелый, его нужно посадить в лунку. Да, давайте опустим ваши базадочные. Выражаемся лопатами. Давайте, давайте, давайте. Саженец в его специально подготовленном мешке засовывают в лунку. Дерево действительно довольно тяжелое, так что здесь лучше брать друзей, коллег, товарищей. Теперь засыпаем землей. Елена, вот мы сейчас засыпем березу землей. После этого за деревом как-то будут ухаживать? Конечно, мы будем ухаживать за деревом не меньше пяти лет. Будут производиться полив, подкормки, осенние-весенние переподвязки растения. И вот мы так ухаживаем за все период. До тех пор, пока не убедимся, что наше дерево может произрастать самостоятельно, без помощи садовников. А человеку, который посадил это дерево, нужно ли приходить с леечкой, может быть, туда поливать его по субботам? Ну, полностью весь уход мы берем на себя, да, так как это наша подведомственная территория. Но если у вас есть такое желание, вы, конечно, можете приходить, любоваться своим деревом, как оно растет, из поколения в поколение за ним наблюдать. Благодарю вас, Елена. Вот так мы утаптываем эту березу. После этого дерево будет подвязано, чтобы ветра его не сломили, и оно радовало жителей нашего города.